Полдень, кофе, бутерброд. На Болткоме разворот. Самые важные вопросы дня, самые актуальные гости в прямом эфире Радио Болтком. По рабочим дням в полдень. Участие слушателей обязательно. Разворот. У нас гости. Ребята, а это я ломаю дверь. Телефон прямого эфира Радио Болтком. 672 12 93 и 9. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Разворот». Меня зовут Вадим Родионов. Помогает звукорежиссер Евгений Копеин. В гостях у нас сегодня директор Института Латвии, бывший пресс-секретарь, премьер-министр Лаймда Де Стравьема и президента Вайры Вики Фрейберге Айва Розенберга. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот интересная деталь вашей биографии, что в свое время Вайра Вики Фрейберга тоже начинала политическую карьеру в Латвии с должности главы Института Латвии. И вы, как ее пресс-секретарь, теперь, в общем, получается, по ее следам пошли. Вот как вы это можете прокомментировать? Ну, это интересный, да, такой комментарий, но я не думаю, что я пойду по политической карьере. У меня таких планов нет. А нет почему? То есть политика, с которой вы хорошо знакомы, еще по должности пресс-секретаря, вам не интересна, в принципе, как сфера деятельности? Ну, я пока что думаю, что я увидела политику очень близко. И я думаю, что на данный случай, на данный момент в моей жизни больше хочется заниматься делами, которые шире политики. А политика – это узкая история, да? Ну, есть, например, Институт Латвии. Мы же должны рассказать миру о Латвии вообще. То есть представить Латвию, расширить представление о нашей земле, разного рода информацию давать это. Ну, мне кажется, что это по-другому. Я не могу жить всю жизнь и также в том стрессе и ритме, который имеют все политики, и премьер, и президент имеют очень-очень такой ритм жизни, который для здоровья, ну, вреден, если ты это очень долго на посту находишься. А стрессоустойчивость, вот она у вас появилась за время работы в политике? Обязательно, потому что я работала в канцелярии президента, но это не политик, это глава страны. Работала я 10 лет. Чагунти Сульманис, Вайровики Фрейдер. Да, и вместе с тем я думаю, что стресс – это обыденное состояние, в котором я умею как-то жить, но все равно хочется что-то поменять. Ну, этот опыт, который вы получили на должности пресс-секретаря, глав государства, он помогает вам в должности главы Института Латвии? Конечно. Одна из функций Института Латвии – также работать с международными журналистами. И я это делала уже в канцелярии президента, сейчас при премьере и так далее, и также работая с фестивалем танца и песни, и Риги как культурной столицы. И мне это все знакомо. И это одна из функций Института, поэтому мне она очень понятна. И дело тут в другом, что, наверное, Институт Латвии – это, опять же, новый уровень, это другие какие-то качества еще требуют от меня, я до этих пор не была, так сказать, директором. То есть нужно и какие-то руководительские способности иметь, хотя Институт маленький. То есть пять человек у вас в подчинении находятся? Да, да. Я когда в пресс-центре работала, то у нас тоже примерно столько же людей было, поэтому я знаю, что это значит. А пять человек – это достаточно для того, чтобы позиционировать Латвию на международном пространстве? Знаете, я очень рада за то, что в наше-то время мы каждый являемся таким своим послом своей земли. То есть то, какими туристами, хотя мы будем в другой стороне, или каким студентом в программе «Расмус», например, мы будем, это в глаза других тоже рассказывает о том, какая Латвия, какие там люди живут, что у нас интересного или плохого. Это у нас много очень каналов, и я очень прошу всех жителей, если есть такая возможность, хотя бы друзьям, своим родным в других странах, ну расскажите, что происходит, какие-то интересные, может, мероприятия, в которые можно пригласить в гости и так далее. Ну что касается того, рассказывать о Латвии, ведь не всегда рассказывают что-то хорошее. То есть, ну есть проблемы, объективные проблемы, о которых тоже рассказывают. Это не вредит имиджу страны за рубежом качества? Я абсолютно уверена, что Латвия – это страна, которая развивается, и это уже хорошо. То есть, конечно, каждый, будто человек или страна, в процессе развития у него будут какие-то или конфликты, или сложные ситуации. Но всё равно, если цель ясна, то поэтому, как сказать, в дорожке прогресса мы продвигаемся. И я сторонник того представления, что мы не можем всегда только сказать, что у нас всё абсолютно прекрасно, абсолютно всё у нас правильно. Но так не бывает ни в одной стране. И в наши-то дни, когда всё можно разузнать и по другим каналам информации за одну минуту, это было бы очень глупо, если мы представили свою страну как, ну, только идиллию. Давайте примем звонок. У нас только что был на линии радиослушатель. Вот он снова появился. Надевайте наушники. Здравствуйте. Вы в эфире. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Ну, вот мне бы хотелось, чтобы вы, как институт Латвии, рассказали всему миру о Латвии, действительно, не только какие-то позитивные вещи, а об истории успеха, написанной для нас одной политической партией, о приватизации банка Парекс. Расскажите вот эти вот вещи, о трагедии в Золе-Туде, о том, как здесь люди по-настоящему живут, да, о том, что здесь миллионами, не миллионами, ну, тысячами уезжают отсюда люди. Расскажите об этом. Вот это будет интересно миру. Спасибо. Вот вопрос о том, что не только хорошие... Я сразу могу ответить, да. Я уже говорила, что одна из функций нашей работы – это работа международными журналистами. И мы предлагаем интервью, разные программы, где журналисты сами могут иметь представление, сами спрашивать любые вопросы. И поэтому это и есть наша работа – показывать. То есть такой глобальный пресс-центр в отношении, собственно, государства уже, всего, всей страны даже. Это одна из функций. Конечно, в наши дни не все журналисты ищут нашей помощи. Они идут, как сказать, по прямой. И сам могут найти контакты среди своих друзей или коллег и так далее. Но это один из тех способов, как мы можем рассказывать о своей стране. И я уже говорила, что нет такой страны, где нет сложных ситуаций, где нет трагедий. Это нормально в любой стране. Главное то, что мы знаем, какая наша цель и в своей личной жизни. И опять же, я хотела бы, чтобы все наши слушатели подумали о том, что наша страна и земля в целом, она ведь состоит из нас. То есть какое будет наше отношение хотя бы, например, к окружающей среде? Мы вот эту папироску после выкурения бросим на землю или нет? То есть хочешь изменить мир – измени себя. Так, я думаю, надо начать из себя. Потому что не политик идет и выбрасывает эту бумажку, а может быть и ты. Так что это… Еще один звонок у нас. Давайте примем его. Выслушаем. Здравствуйте. Говорись, пожалуйста. Добрый день. Вот недавно латвийская тюническая Елена Астатенко вышла с финал крупного международного турнира в Дубае. Это очень большое достижение. Не все страны, даже намного крупнее, чем Латвия, могут похвастаться этим. И там в финале по телевизору ловить спорт был флаг Латвии. Думаю, что там миллионы людей впервые узнали, что существует такое государство в Латвии. Имеете ли вы информацию об этом? Почему государство не поддерживает вот таких спортсменов? Спасибо. Спасибо. Да, громкая история. Естественно, латвийская тюнисистка вышла в финал престижного турнира. У меня нет ответа на конкретный вопрос, как государство помогает конкретному спортсмену. Поэтому, наверное, это вопрос Олимпийскому комитету. Но мы рассказываем через свои каналы информации Латвийского института об этих достижениях. Потому что, как и говорилось, слушатель уже сказал, что по всему миру показывает это название Латвии. Она спортсмен из Латвии. И я могу сказать, вот случай, который у меня имеется сейчас в памяти, что, например, на нашем фейсбуке, на английском, который у нас есть, «If you like Latvia, Latvia likes you», новость о том, что наши спортсмены выиграли по… Сейчас не скажу, как в «Skeletons», да? Да. Да, в игре чемпионат облетело странички полмиллиона пользователей фейсбука. Так что спорт очень-очень помогает. Еще звонок у нас. Здравствуйте. Вы в эфире. Говорите, пожалуйста. Добрый день. Добрый. А вот такой вопрос. Пропагандировать, конечно, Латвию – это замечательно за рубежом. А делать что-то конкретное. Для того, чтобы в Латвии люди жили, страна отцветала, и люди оставались здесь. Вот, например, мы с женой здесь прожили 33 года. У нас трое детей. Старшая дочь в Англии со своей семьей. Средний сын в Канаде со своей семьей. Подрастает 13-летний. И тут Инара Мурница говорит, а пора бы подумать о всеобщей воинской обязанности. А значит, мне пора подумать, какую страну выбирать. Ведь нет всеобщей воинской обязанности, потому что я не хочу, чтобы сын отдубасил там в армии. Просто так тратил время. Понимаете? Спасибо. Ваш комментарий понятен. Об армии – это случай Литвы. Я пока не слушала, чтобы в Латвии были такие планы. Но об остальном я уже говорила, что мы живем в стране, которая развивается. Мы не можем иметь все то, что нам хочется за один день. Вспомним то, как было тут жить 25 лет назад. Но не было у нас ни евроремонтов, ни полного стола, закусок и так далее. И я тоже, я тут живу уже несколько десятков лет. И я знаю, какие тут проблемы. У меня тоже есть друзья, которые за границей сейчас. И я об этом очень… Я скучаю по ним, и я это переживаю. Но в то же время я надеюсь на то, что в один день хотя бы часть друзей приедут обратно. То есть будет новый опыт. Они будут знать, как лучше дела делают в других странах, и будут приезжать. И я думаю, что тут все-таки вопрос в каждом человеке самом. Ты хочешь тут жить или нет? И своими руками что-то изменить или нет? И опять же, я возвращаюсь к той же идее, что если мы сами хотя бы в своей жизни что-нибудь не будем делать, чтобы поменять свою жизнь, то мы не можем ждать все. Все за нас делает государство. Так не будет. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Добрый день. Вы знаете, я думаю, что если бы у нас рассматривался в числе кандидатов премьера господин Оренкевич, если бы его назвали бы, назначили премьером, то даже в самом глухом каком-нибудь уголке мира, про Латву его бы узнали, ваш институт хоть закрывай. Но у меня другой вопрос. Я вот тут смотрел интервью с бывшим руководителем спецслужбы израильской, Натив Яков, извините, фамилия выскочила. Кедми, Кедми, Яков Кедми. Да, 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 да. И вот его спросили, вам бывает стыдно там иногда за ваше государство? Он говорит, да, бывает. Иногда у меня расходятся позиции с государством, все прочее. И мы тут же задали вопрос. А вот Порошенко ездил в Израиль, а в то же время там, значит, на Украине, на юге Украины, значит, там эти бандеровцы, там все прочее. Он говорит, вот за это мне как раз этот случай, когда мне стыдно. А вот вам не бывает, ну просто вы же представляете Латвию, и иногда надо что-то говорить, что-то говорить по какому-то вопросу, отвечать на журналисты. Вам не бывает иногда стыдно за наше государство? И не бывает ли такое, что вам приходится говорить не то, что вы думаете? Спасибо. Айва? Ложь – это не мне, не ко мне. Я никогда не лгала, не работаю с президентом, не с премьером, и просто я думаю, что мне неинтересно это как человеку. И я хочу на этот вопрос ответить таким образом. Я свою землю люблю и государство люблю. То, что есть проблемы иногда, скажем, и у меня, может, я сама что-то не доделала так, как нужно. Может, у другого какого-нибудь или политика, или у другого человека сложилась какая-нибудь сложная ситуация. Это жизнь. И, во-первых, хочу ответить, что надо информировать, какие обстоятельства, надо и рассказать контекст. Потому что от страны к другой страны контекст может быть другим, и поэтому поступки могут быть иными. И это тоже нормально. Я уже говорила, не всё у нас идиллически. И нет такого государства в мире, где вся одна идиллия. Тогда не было такого термина, как идиллия. То есть, трой на земле ещё никто не создал. Так что надо сперва нам самим со своими демонами бороться, а потом и, да, рассказать контекст. Почему так или иначе. Ну хорошо, а если посмотреть на эту ситуацию с точки зрения того, что мы иногда говорим страна и государство, но политики иногда пытаются как раз к правительству и к исполнительной власти или вообще к власти вот это всё монополизировать. То есть, государство – это я, государство – это мы, страна – это тоже мы. Вот вы не наблюдаете, что иногда происходит вот этот перекос, и политики пытаются использовать такую формулировку, что критикуешь правительство равно критикуешь государство? Ну всё равно мы находимся в одной, как сказать, асэйнсрейте, да? Это как сказать по-русски, мы находимся в одной циркуляции энергии. Если, например, я не буду платить налоги, то государству не будет больше денег, чтобы заплатить, например, учителю. Ну я так сейчас уже по-простому отвечаю, но это так, это то, что зависит от меня, во-первых. Опять же, потому что мы очень, это очень так в нашей личной жизни тоже. Вот мне что-то не выходит, вот я сам нигде не виноват. Это моя мама виновата или подруга виновата, а я сама никак. То есть мы не умеем брать на себя ответственность? Надо брать ответственность. Ещё раз говорю, не всё нам всегда понравится, мы можем критиковать, поэтому у нас демократическое государство. Вас не пугает, кстати, вот эта история с попыткой пролоббировать поправки к уголовному закону, которые вызвали большой резонанс, в том числе и в журналистских кругах? Вот это не пугает вас? Я, конечно, не юрист и не эксперт по безопасности страны, но то, что я всегда буду защищать, это свободное слово журналиста и это правдивое слово журналиста. То есть каждый может ошибиться, но всё равно журналист, когда он работает, он всегда спрашивает себя, всё ли я сделала, чтобы найти объективную информацию. И всё. Это уже ответственность самого журналиста. И поэтому я за свободу слова, но про данный закон я в деталях действительно не могу ответить. Но вы работали пресс-секретарём, иногда это в шутку, или даже с такой иронией говорят, что это по другую сторону баррикад. Вот вам никогда не было вот этого соблазна, что лучше бы где-то ограничить, чтобы журналисты не задавали слишком острые вопросы и так далее. Вот как вы решали для себя эту этическую проблему, может быть? И чтобы защитить подопечных... Мне трудно ответить. Я думаю, что вы были журналистами тогда, когда я разработала пресс-секретарём. Да, это правда. Мы вместе были. Может, вы со стороны лучше можете видеть, но когда были вопросы, я всегда отвечала. Это правда. Вопрос, если я не могла сразу ответить, то через час или через день и так далее. Но есть вопрос, надо ответить. Журналисты вас любили, это факт. Я могу это подтвердить, потому что действительно мы много работали вместе. Но вот понятно, что, наверное, комментировать действия коллег не совсем корректно и сложно. Но тем не менее, если просто порассуждать на эту тему, иногда складывается впечатление, что пресс-секретарь нанят на работу для того, чтобы не допустить журналиста к телу. Вот эта проблема с воспитанием пресс-секретаря, с образованием пресс-секретарей, она присутствует, как считаете? Я абсолютно уверена, что каждое должностное лицо, каждая личность, каждый политик имеет свою, так сказать, изюмнику. И, конечно же, пресс-секретарь будет думать о том, чтобы его, как сказать, первое лицо хорошо выглядело, чтобы хорошо ответил на вопросы и так далее. Но мне кажется, если ты сильный политик, ты не боишься вопросов. Ты знаешь, как отвечать на вопросы, и ты можешь через это показать себя как личность. И поэтому, ну, Вайровид и Фрейберг мы все знаем. И я сейчас помню немножко с ужасом, что иногда у нас было по 3-4 интервью в день, несмотря на все другие обязательства, и на нескольких языках и так далее. Но это был в то время хороший инструмент, как Латвия могла рассказать миру о том, как у нас жизнь, какие аргументы, почему у нас так, а не иначе, и так далее. Но это зависит от каждого пресс-секретаря, как он находит тот путь и умеет ту изюминку открыть каждого своего политика. Но вам приходилось ошибаться на этом посту, потому что есть известное высказывание Вайровики и Фрейберге, которое до сих пор помнят преимущественно в русскоязычной среде – это водка в облые частушки. Это то, что, наверное, для многих в русскоязычной среде ассоциируется в том числе и с этим Вайровики и Фрейберге. Это была ваша ошибка, как вы считаете, или это была ошибка президента, или это вообще, может быть, не было ошибкой в вашем представлении? Ну, во-первых, президент Вайровики и Фрейберга такая личность, что никто не может своих слов просто так в рту вставить. Она сама человек больших знаний. И она говорит то, что думает. Конечно же, иногда по каким-то вопросам и подготавливаясь, но по этому поводу, конечно, если прочитать всё интервью, которое она тогда давала, там был весь контекст. И если вы хотите одну цитату, конечно, мы можем практически в любом интервью найти одну цитату, которая громко звучит. Но факт остаётся фактом. Помимо того, что люди пришли на мероприятие 9 мая и хотят вспомнить своих товарищей, которые пали и так далее, конец Второй мировой войны, так как они это принимают, факт остаётся. Так у нас есть ещё по сей день, 9 мая, и там это как социальное такое мероприятие. Люди встречаются и бывают, и поют, бывают, и... ну, сами знаете. Ну, в облу не употребляют в основном. Давайте ещё звонок примем. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Да, слушаем вас. Сделайте потише ваш радиоприёмник, если хотите выступить. Сорвался у нас звонок. 6-7-2-12-93-9 и 6-7-2-13-93-9. Звоните. Роль президента в имидже Латвии, то есть для Института Латвии, насколько важно, кто является президентом страны и премьер-министром, то есть роль личности в истории. Для вас, как для организации, это важно, чтобы позиционировать страны? Да, это всегда имеет свою роль, потому что всегда и пресса обращает внимание на первые лица государств. И, ну, например, в данном случае президент Вейонис, он является первым, так сказать, зелёным президентом в Европе. И это известие, когда он стал президентом, облетело масс-медиа вокруг мира. И, конечно, это мы можем использовать в лучшем смысле этого слова и события. И, например, на данный момент я знаю, что президент является патроном такого движения, все знают, Лейла Талка. Это субботник, большой субботник. Да, и в 2018 году, когда Латвии исполнится 100 лет, будет такое мероприятие, как мировая Талока или мировой субботник. Да, субботник. То есть можно делиться опытом. Да, можно делиться опытом. Не так уже, что мы только мазе и наборды не дашь, что у нас ничего не получается и так далее. Нет, у нас есть какой-нибудь опыт, с кем мы можем поделиться, с другими. Ещё звонок у нас. Здравствуйте. Вы в эфире говорите, пожалуйста. Добрый день, ещё раз. Добрый день. Ну вот Ваша собеседница сказала, что она всегда говорит правду и не ответила на вопрос, бывает ли ей стыдно. По первой части можно прямо врать, а можно, как она прекрасно понимает, не отвечать на вопрос, отвечать не на тот вопрос, который задан, или выполняться по-другому, а на вопрос, как предсекретарь, предсекретарь, она, конечно, это прекрасно понимает. Вот, и неужели ей не бывает стыдно, золотой, не бывает стыдно, когда все эти громкие коррупционные скандалы ничем не заканчиваются, когда политиков наших, конкретные люди обвиняют в конкретных преступлениях, и всё это наши политики игнорируют. Ну, например, свежая там статья Кирова Липмана, когда конкретно обвиняют конкретных людей во взятках, и никто на это, кроме журналистов, не реагирует. Неужели ей не бывает за это стыдно? Спасибо. Наша гость, возьму на себя смелость, ответила, что страна находится в развитии, и нет идеальной страны. Ну, вот, может быть, Айва ещё хотела? Я ещё раз отвечу нашему слушателю. Я люблю свою страну. Это номер один. Никто не изменит моего мнения по данному ответу. И то, что у нас всё не так. Ещё раз вам отвечу. Да, у нас не всё так, но мы должны развиваться. Если есть коррупционные скандалы, значит, есть другая сторона, которая даёт... То есть не только те, кто берут, но и те, кто даёт взятки. И поэтому, ну, не надо только политики не одни, которые где-то в каком-то вопросе или что-нибудь делают, какие-то преступления или находятся в такие этические сложные ситуации. Ну, вот, они же исходят из нашего общества. То есть кровь от крови от плоти. И во всех партиях есть такие сложные ситуации. Поэтому ещё раз говорю, я люблю своё государство. Если мне больно за что-то, всё равно я буду любить своё государство. Ещё звонок. У нас раскалывается телефонная линия. Здравствуйте. Вы в эфире говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Вы знаете, я не собирался звонить, но я услышал от госпожи последнюю фразу, что в последнюю фразу я всё же решился. Я настолько согласен с конкретным решением. То есть государство – это есть живой организм. Но страшно другой. Имидж государства создаём мы, люди, живущие в данном государстве. И если госпожа его любит, я его тоже люблю. Хоть я, вы видите, русскоговорящий, да? Я его тоже, государство, люблю. Но я понимаю другое, что есть часть жителей, которые его просто не любят. И вот они звонят конкретно в данном случае. Задают вопрос в каком плане. Чем хуже, тем лучше. То есть выливая грязь, получает сам удовольствие. Лично, потому что он этого государства не любит. И вот складывается и так же в политике, я так думаю. Есть политики, которые любят его. Есть политики, которые чем хуже, тем лучше. Они глубоко замаскированные нелюбители данного конкретного нашего любимого государства. Спасибо за вашу точку зрения. Как прокомментируете? Спасибо. Я разделяю ваше мнение, потому что мне всегда кажется, что слово тоже бумерянг. Если мы всё время говорим плохое, то это к нам же самим возвращается. И, конечно, это мой комментарий такой общий, но если мне больно, это не помешает мне любить. Ещё звонок у нас 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте. Я вот хотел бы сказать о том, что я вот тоже люблю родину свою. Я здесь родился, хоть я литовец по национальности, у меня латвийский паспорт. Я люблю Латвию. Я здесь родился, я здесь вырос, я здесь воспитывался. Но нужно разделять такие вещи, вот как государство и власть. Это разные вещи. Власть не является государством в том виде, вот в каком оно есть. И ещё я хочу сказать об ответственности. В первую очередь, вот я ответственный за свою семью, за свою жену, за своего ребёнка. Я плачу ответственно налоги. Я ответственно не выбрасываю бумажки на улице и окурки в окно автомобиля. А власть должна иметь большую ответственность. Те люди, которым доверили такие высокие посты, должны и соответствующую ответственность иметь. А этой ответственности нет. Вот поэтому мы все в основном любим государство, мы любим Латвию, но мы не любим нашу власть. Спасибо. Интересный комментарий. Да, власть, наверное, опять же, состоит из живых людей. То есть, есть у нас 100 депутатов, есть у нас министры, есть у нас, ну, и редни, да, бюрократия, чиновники. И это много людей получается в конечном счёте. И я думаю, что всех обобщённо назвать, что они не любят своё государство, это было бы абсолютно неправдой. Я думаю, то, что, как в классе иногда, бывают такие разбойники, да, и иногда, как бы, учитель весь класс наказывает. Это не то же, весь класс невиновен. То, что какой-нибудь там один или двое там что-то сделали в классе не так. Они становятся лидерами мнений нередко. Но всё равно класс тогда делает этих лидеров. То же самое в обществе. У нас ведь демократия, не кто-то там прислал нам эту власть. Мы же голосовали за кого-то. Эта власть как-нибудь там появилась в эти кресла депутатов. И поэтому я думаю, что тут опять немножко эта школа демократии, она ещё должна как-нибудь набрать силу, чтобы люди понимали всю-всю глубину этой мысли. И, наверное, я думаю, что следующие поколения, они уже сейчас должны в школе аргументировать, представлять своё мнение, своё видение. Такой возможности в советские времена не было. И вот сейчас я смотрю очень талантливые молодые студенты и уже начинающие, так сказать, государственные деятели, которые очень хорошо представляют себя и ответственно делают то, что предписано им делать по функции. Что касается информационной войны, об этом много говорят. И в медийном пространстве, и на политическом уровне. Институт Латвии не пытаются задействовать в этих баталиях? Знаете, я уверена в том, что если вы хотите конфликта, это можно за секунду найти такую возможность. И за секунду можно любой новый конфликт или скандал сделать. Я слишком долго прижила в сфере масс-медиа и пиара и политехнологии, чтобы понять всех этих инструментов. Мне это немножко, ну, как можно сказать, уже неинтересно, что ли, потому что мне всё понятно, как это делать, а какая там кухня. А кухня, ну, это кухня. Мне хочется работать больше в сфере того, чтобы представить людям информацию, дать представление, дать контакты в Латвии разных организаций, вовлечь больше разные и лица, и организации в какое-то международное сотрудничество. И тогда это та Латвия, которая, как сказать, в реальности. Ещё звонок примём. Здравствуйте, вы в эфире. Говорите, пожалуйста. Доброе утро. Вот, вернее, добрый день. Мне кажется, вот, понимаете, всё время мелькает вот это режущий слух слова «любовь к государству». Вообще-то любить государство могут люди или не понимающие, что это такое, да, или чиновники, которые, как винтики, значит, цементирующие это государственное устройство. Государство – это договор между нами об ответственности и распределении обязанностей, о купле-продаже услуг, значит, контроле за выполнением этих услуг и так далее. Вот есть такое прекрасное слово, как «отечество», да. Вот «отечество» любить должен, я думаю, любой нормальный человек. А государство – вот я убеждённый монархист. Мне эта республика, которая у нас, не нравится, абсолютно не нравится, да. Но я, естественно, лоялен к этому государству, потому что я законопослушен. И поэтому говорить мне, что я должен любить это государственное устройство – это глупо. И вот самая большая наша проблема наших властей и политиков, которые отождествляют якобы преданность и лояльность не, значит, вот именно к «отечеству», к нашим ценностям, я не знаю, пускай они будут христианскими, и всё-таки мы христианские слова, страна. А вот к этому государственному устройству и к его функционированию, где главные, значит, маховики этого функционирования – это коррумпированная власть и политический, извините, эстеблишмент, который не… Спасибо, ваш вопрос понятен. Я вас прежел, потому что очень мало времени, но реплика ясна. Как прокомментируете это? Ну, знаете, я, чтобы мне не сказать, что я якобы не отвечаю на вопросы или я какой-то тоже эстеблишмент и так далее, я расскажу вам историю своей семьи. Как у многих тут в Латвии, у меня случилось так, что одна часть моей семьи должна была во время войны Второй мировой уехать из Латвии, и там не остаться, а другая часть была сослана в Сибирь. То есть довольно традиционная история. И я так подумала, почему же я работаю, почему мне не найти работу не с такой ответственностью? Я бы могла. Я могла работать бы учителем в школе. Это по моей профессии. Какой русский филолог. Да, это моя профессия. Я могла бы просто быть учителем в школе. Очень трудная работа также и ответственная. Но я поняла, что если, например, у моего дедушки не было такой возможности работать этому государству также, его работа профессиональная была прервана, и он был сослан в Сибири, и там и умер, почему бы мне не использовать эту возможность, когда у нас демократическое, опять же, государство, которое 50 лет не было демократическим, было оккупированным, почему же мне не использовать возможности, которые мне время дает? И вот это не моя пустая любовь к государству. Мне всё понятно, почему я это люблю. Если у других людей есть другое мнение, но они имеются на это право. Ну что ж, на этом мы сегодня завершим нашу программу, но перед тем, как закончим эфир, небольшой анонс. Сегодня вторник, День добрых дел на Радио Болтком, и на этой неделе благотворительная программа «Зелёная лампа» помогает 18-летней Анне Виктории Штроберге. С рождения Анне был поставлен тяжёлый диагноз, спинно-мозговая грыжа и порождённые повреждения центральной нервной системы. Девочки сделали уже несколько сложных операций, и сейчас Анне срочно нужна помощь. С ростом ноги ей необходим новый комплект специальных динамических ортезов, компрессионные поддерживающие жилеты и брюки-корсет, которые изготавливают по заказу в Германии. Мама воспитывает Анну и её брата-близнеца одна. В этом году она заканчивает 12 класс и теперь считается взрослой, поэтому многие медицинские процедуры ей государство не оплачивает. Благотворительный телефон программы «Зелёная лампа» 9306383. Я повторю номер. 9306383. Стоимость звонка 1 евро 43 цент. Это меньше, чем стоимость чашки кофе в центре города. И на этой неделе этот телефон работает только для Анны Виктории Штроберге. Помочь ей можно также на страничке ZDTLV в разделе «Помощь Анне Виктории Штроберге». Включайте программу «Зелёная лампа» сегодня в 16 часов. Гостем программы станет актриса театра и кино Лилита Озельни. А у нас в гостях была Айва Розенберга, глава Института Латвии, экспресс-секретарь, премьер-министр Лаймдата Стравимы и президента Вайры Вики Фрейберген. Спасибо, Айва, что пришли. Спасибо за этот разговор. Эфир провел Вадим Родионов, помогал звукорежиссер Евгений Копеин. Всего доброго и до свидания.